И котика туда ждет. Здоровая девочка болела гораздо реже сестры. А в три года тяжело перенесла ОРВИ, которая стала последствием другого, более тяжелого заболевания. Дома заметили, что она у нас стала часто пить, просить ее в туалет, по-маленькому стала ходить. Мы думали, может быть, что-то с почками как-то. Ну, мы пошли анализ все сдавать. И когда пришли уже на прием, и детский врач нам сказал, что у нас гликоза в крови превышает на несколько раз, обычно как положено. У нас получается сахар был 29. Это при том, что нормы для взрослого человека считаются показатели от 3 до 8. Поэтому Алину срочно отправили в реанимацию районной больницы. Оттуда перевезли во Владивосток с сахарным диабетом первого типа. Такой диагноз в семье Радченко прозвучал впервые. Как теперь быть, не знал даже отец семейства, который много лет работает в скорой помощи. Чтобы держать сахар в норме, два года девочке пришлось прожить на шприцах. Колоть необходимо было несколько раз в день. Иначе могут появиться осложнения. В зоне риска глаза и почки. Сильны были шишки, она уже иной раз и плакала. Ну, вот поэтому мы и решили обратиться, чтобы нам приобрели помпу. Дорогостоящую инсулиновую помпу в декабре 2015-го помог приобрести Русфонд. Тогда, год назад, подключилось и телевидение. Также сняли сюжет. Помощь собирали совершенно незнакомые семье люди. Конечно, нам самим бы это не собрать, чтобы помпа, конечно, не очень дешевая. За год состояние Алины гораздо улучшилось. Уровень сахара пришел в норму, синяки и шишки от уколов ушли. На год хватило и расходных материалов, на которых работает помпа. И тут семья столкнулась с новой проблемой. Чтобы снова закупить комплект, необходимо 155 тысяч рублей. Мама девочки Оксана вынуждена сидеть дома, чтобы следить за состоянием младшей. Старшая дочь еще школьница. В семье из четырех человек работает только отец. С помощью Русфонда на сегодняшний день удалось собрать 93 тысячи. Чтобы Алина смогла продолжить пользоваться инсулиновой помпой, необходимо собрать еще 61 тысячу рублей. Получается, мы конюлим меняем через каждые три дня. Бывает даже через сутки. Потому что ребенок очень подвижный. Бывает, как забивается или загинается. И поэтому они, сама конюля, расходуется очень много. Нам получается, если конюлик, на месяц, если хватит, и все. Которые имеются сейчас. Да, которые имеются сейчас. Нам где-то расходников на месяц хватит и все. Помочь Алине несложно. Самый простой способ – отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Их можно отправлять сколько угодно. О других способах оказать помощь можно узнать на сайте Русфонда, где подробно описана вся история болезни, лечения и результатов сбора. Бананчик какой у нее. Батерапанчик. В обычных условиях Алине измеряют сахар 8-10 раз в день. Но если девочка приболеет, такую процедуру приходится проводить до 18 раз в сутки. Весь процесс она уже знает. Родители надеются, скоро сможет справляться самостоятельно. Во всяком случае, с необходимостью следить за сахаром и не увлекаться вкусняшками уже свыклась. Хотя поначалу родителям приходилось все прятать от ребенка. Мы сидим пьем чай, она спокойно подошла и пошла. Я потом. О, мне нужно будет, я потом возьму. А поначалу, да, она бывала, когда мы начали приучать, чтобы она это видела, чтобы для нее эта дикость не была. Где-то там на улице дети же бывают, кусотничают, что-то кушают. Да, чтобы для нее это дико не было, мы стали ее приучать, чтобы она видела, что мы это едим, а когда ей можно, ей дадут. Привыкла Алина и к медицинским приборам и коробкам. Им она тут же находит применение. Капельницы идут в игрушечную аптечку, в коробке складываются предметы творчества. Из-за болезни Алины на жесткой диете. Вместе с мамой все, что попадает на стол, отмеряют буквально по граммам. Данные заносят в инсулиновую помпу. Поэтому цифры девочка изучила гораздо быстрее, чем буквы. Родители иногда шутят. Растет математик. Сама малышка такие предположения то и дело доказывает. Любимая игра – крестики-нолики. В остальное время вместе с сестрой мастерят поделки из бисера, плетут браслеты, делают кулоны. Особая страсть – рисование. Больше всего в альбоме девочки – красивых принцесс. А это кто? А сама шестилетняя Алина в детской комнате надевает корону с полной уверенностью. Она с достоинством выдержит все испытания и из сложившейся ситуации выйдет победительницей. В этом ее полностью поддерживают родители. Она сейчас привыкла, она как-то на нее внимание не обращает, что там что-то у нее на животе. И, вы знаете, я и на улице меряю кровь, я стараюсь, чтобы она не стеснялась, не замыкалась, чтобы видели, чтобы она в дальнейшем не замыкалась в этой своей проблеме. И все же родители девочки уверены – сахарный диабет не стиль жизни, а борьба, в которой они все вместе намерены одержать победу. В следующем году Алина пойдет в школу, дальше родители хотят отдать девочку на танцы. Физическая нагрузка хорошо влияет на самочувствие и заставляет забыть о недуге. К тому же сама Алина на месте сидеть не любит и стремится покорять новые вершины. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова